МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Павел Николаевич родился в 1847 году в семье дворян. Был молчаливым, серьезным и с детства любил придумывать различные приспособления. Первым таким прибором, который смастерил яблочков, стал измеритель расстояния, которое проезжает телега. Вот, значит, как крестьяне воспринимали этого мальчика. Он был высоким. Ведь рост яблочков 2 метра 4 сантиметра, как у Петра Первого. И ребенком он тоже был высоким. И вот они говорили, что барин чудной. Вот идет он по дороге, вдруг останавливается, достает из кармана бумагу, карандаш, и что-то там начинает рисовать. Павел Николаевич в 1862 году поступает в Саратовскую гимназию и сразу делает успехи в изучении точных наук. Через год он переводится в Военно-инженерную академию в Петербурге. А офицерские гальванические классы — единственное место в стране, где изучают самую перспективную технологию конца 19 века — электричество. Яблочков прекрасно понимал перспективы развития электричества в военном деле и в обычной жизни. К сожалению, консерватизм военной среды ограничивал его возможности и интересы. А вот на бурно развивающейся железной дороге Павел Яблочков уже на практике применял электротехнику. Он первым в мире реализовал проект по электрическому освещению железнодорожных путей для безопасности следования царской семьи в Крым. Но у Павла Николаевича возникло очень много вопросов к лампе француза Фуко. Именно ею освещали дорогу. Она была тусклой и совсем недолго давала свет. Яблочков решает создать свою свечу. И он уходит с железной дороги, открывает свою лабораторию, начинает... Денег не хватало всегда. Берет кредиты, берет заказы. Через год, в 1975 году, нужно было отчитываться перед своими заказчиками, а заказы не выполнены. И он, по сути дела, убегает от долговой тюрьмы. Вначале предполагалось, что он поедет в Филадельфию, но денег хватило до Парижа. Так он оказался в Париже, где задержался на очень продолжительное время. Яблочков снимает крохотную комнату, работает по 14-16 часов, почти не спит. Денег едва хватает. А в далекой России у родителей на содержании его жена и четверо детей. Родственникам хочется верить, что Яблочков все это делает не зря. И вот когда уже все возможные варианты компоновки лампы, изобретатель перепробовал, внезапно пришло решение. Он сидел в кафе, и когда официант положил перед ним приборы, параллельно нож и вилку, как будто бы тогда он подумал, что вот можно таким образом разместить стержни в электродуговой лампе, потому что до этого не делал этого никто. Именно это и стало прорывом. Лампа подключалась к источнику тока. На конце угольных стержней возникала электрическая дуга. И она сама, и угли давали яркое и продолжительное свечение. Как только изоляция испаряется, лампа сгорает. Отсюда и название электродуговой лампы «Свеча Яблочкова». В марте 1876 года изобретение Павла Николаевича зарегистрировали под названием «Электрическая дуговая лампа». А через месяц эту лампу показали на выставке в Лондоне. На следующий день Яблочков проснулся знаменитым. Свечение дуговой лампы Яблочкова озаряет улицы Парижа и Лондона, Берлина и Рима. Успех был грандиозным. Несколько лет изобретатель вместе с партнерами занимается продвижением своего продукта. А потом за миллион франков выкупает патент и возвращается в Россию. Лампу Яблочкова впервые зажигает в Москве в 1880 году. На мой взгляд, патриот – это Яблочков. Ради своего изобретения он отказался от собственного благополучия. Мог бы на дивиденды жить и развиваться дальше. Но он решил, что Родина достойна того, чтобы в России освещение по его методу тоже набирало обороты. Судьба его трагична. Как трагична судьба очень многих изобретателей. К сожалению, не поддержали на Родине. В начале 80-х у Яблочкова появляется серьезный конкурент. Томас Эдисон покупает у соратника Яблочкова, изобретателя Александра Ладыгина, его технологию и выпускает свою лампу накаливания. Американское изделие служит дольше и стоит дешевле. Европа постепенно отказывается от русского изобретения. В России в это время у Павла Николаевича дела тоже идут не очень хорошо. Компания, которую он основал, разоряется. Талантливый ученый оказался плохим коммерсантом. В 47 лет он снова, как в детстве, живет в российской глубинке, с массой идей в голове и с подорванным здоровьем. На новый рывок уже нет сил. В 1894 году Яблочков уходит из жизни, оставляя после себя, кроме яркого свечения лампы, трансформатор переменного тока и еще несколько оригинальных изобретений, которые еще долго использовали в нашей стране. Субтитры создавал DimaTorzok